Друзья, привет вам! Хайфа, Израиль. Мы тут с нетерпением ждем иранской страшной мести, которую Иран обещает Израилю взамен на уничтожение, ликвидацию в Тегеране, лидера организации ХАМАС террористической. И вот буквально со дня на день посмотрим, что же иранцы нам предложат. Но я хотел немножко о другом сегодня поговорить. Вы знаете, в Армении мне часто говорят, мол, молодец, ты изучил менталитет азербайджанцев даже лучше, чем мы, армяне, которые живут по соседству столетиями. Ну, с армянами в смысле, да? То есть в Армении люди часто удивляют, что я, российский еврей, украинского происходящего, живущего в Израиле, изучил азербайджанцев, которых я вообще знать не знаю. Я вам скажу, единственное, азербайджанцы, которых я худо-бедно помню, это, знаете, еще в советское время там вот в ларьке продавали помидоры, огурцы, там что-то такое. Там был один по имени Яшар, ну и все остальные, кого я знаю, это, знаете, и всякие тюремщики, которые приходили ко мне в бакинской тюрьме, где мы держались за посещение Арцаха. Я напомню, что позже Европейский суд признал Азербайджан виновным в моем незаконном аресте в пытках и покушении на убийство совершенных азербайджанской службы из моего посещения Арцаха Нагорного Карабаха. Так вот, на самом деле, я и вправду наизусть знаю, о чем азербайджанцы подумают в той или иной момент, какие страхи или какие планы мести они могут вынашивать. Я знаю их сильные и слабые стороны, но дело не в азербайджанцах как таковы. Как я сказал, азербайджанцы, в общем-то, толком-то и не знаю. В общем-то, они мне и не интересны. Вопрос не в этом. Вопрос в другом. Я знаю в целом арабо-мусульманский менталитет, поскольку 34 года прожил в Израиле. И вот арабов-то я знаю наизусть. Поскольку азербайджанцы, это, в общем-то, некий такой гибрид, производный от алтайских кочевых племен, частично смешавшийся с арабами и перзами. Ну, можно сказать, то же самое. То есть, азербайджанцев тот же самый менталитет, но только так с примесью, ну, с авдеповской такой вот мелкой такой хитрожопости и вороватости. Ну, в принципе, тот же самый арабо-мусульманский менталитет. Мне вот часто говорят, что вот не блокируй комментаторов из Азербайджана, я имею в виду в соцсетях, поскольку они неприятны, скучны, ну, предсказуемы. Ну, поскольку все азербайджанцы думают и пишут только одно. Это прожопы, бутылки, Великий Алиев, поймаем-накажем, мужеложество, карабах-барабах там, ну, и всяким мусором, да. Но, ребят, я для того азербайджанцев не блокирую, чтобы все видели их уровень. То есть, это намеренно я их самих, азербайджанцев, использую для того, чтобы они вредили сами себе. Ведь, вот, когда они пишут гадости, оскорбляют и так далее, то есть для любых людей, вот, далеких вообще от этого армяно-азербайджанского конфликта, просто выживает, знаете, какой-то культурный шок, ну, быдло. Быдло из-под московной электрички, бухое или там под наркотой, но они типа мусульмане, им бухать нельзя, хотя они бухают как черти в Азербайджане. Но, в любом случае, когда они пишут гадости, ничем не обоснованные, всякую ересь, причем в массовых количествах, то есть найти азербайджанцев, которые интересуются кино, театрами и так далее, достаточно сложно. Зато найти быдло, которое жопы, бутылки и так далее, это вообще-то показывает их уровень в целом. Так вот, я поэтому их не блокирую. Смотрите китайскую поговорку. Если сесть на берегу реки и немного подождать, то труп твоего врага сам проплывет мимо. Есть еще одна поговорка от мудрых китайцев. Чтобы победить врага, надо его обнять. Кстати, немножко офф-топ такой некоторый. Мудрый древний Иран под властью Айатул, в общем-то, недалеко ушел по менталитету от соседей азербайджанцев. Это хорошо заметно в текущем конфликте с Израилем. Но сколько можно каждый день по несколько раз израильтянам угрожать? Мы обязательно отомстим, жестоко отомстим. Наша месть не имеет аналогов в мире. Развергнутся там кущи небесные. И великий Иран нанесет удар. Слушайте, слишком много пафоса. Я понимаю, что в шиитском направлении ислама, в принципе, очень много мистицизма, в котором они живут, как в некой такой выдумой имени же сказки. Но на самом деле, с точки зрения человека-американа, скажем, европейского менталитета, вот к которому мы с вами относимся, вот эти вот все угрозы дурацкие, вся эта болтология указывают, скорее, знаете, не на силу иранского режима, а скорее на его слабость. Поскольку, если ты хочешь отомстить, вот скажем, с моей точки зрения, если ты хочешь кому-то нагадить или отомстить, отомсти молча. Без театральных размахиваний руками и криков. Я совершенно молча пошел, подал на Азербайджан в суд, унизил их в суде, подал жалобы в ООН, добился принятия резолюции, признавшей мой арест незаконным. Это все плевок в лицо азербайджанскому режиму. Дело не в том, заплатили они мне деньги по решению суда или не заплатили. Скорее, то, что не заплатили, это против них же и работает, и позволяет мне продолжать долбать и унижать их дальше. Потому что, если бы азербайджанцы были чуть умнее, заплатили бы мне хоть что-то, ну так тогда весь мир бы сказал, ну да, в Азербайджане в отношении тебя совершили ошибку, но суд их признал виновным, они заплатили, как бы инцидент исчерпан. Я же не хочу, чтобы он был исчерпан, я хочу их долбасить и дальше, насколько это будет возможно. И получается, что что иранцы, что азербайджанцы, что арабы, им важнее всего не победа, а страх потерять лицо, потерять уважение своих же, я подчеркну, своих же соседей, поскольку в их мусульманском менталитете, если твой сосед или брат увидит, что ты ошибся, проявил слабость, ну грубо говоря, ты Акела промахнулся, твой брат в мусульманском мире первый, нож воткнет тебе в спину. Это менталитет ближневосточный. И азербайджанцы, хоть и с примесью вороватого совка, но они, в общем, те же самые ближневосточные люди. Проще говоря, Иран ведет борьбу не с Израилем как таковым, это просто прикрытие, извиняюсь, иранцы сражаются за выживание своего же режима. Если вы раз за разом унижаете режим, ну, например, как Мусат ликвидировал вот известного террориста, сердце Герана, главу организации Хамаса, вы подвергаете угрозе существования этого самого иранского режима, поскольку свой же народ почувствует слабость режима Айятол и разовлет их на части, как это было с Адамом Хусейном или там с Муаммаром Каддафи. Точно так же и азербайджанцы, вы думаете, что азербайджанцы мне регулярно угрожают, пишут гадости всякие, из-за того, что им не нравится мой образ жизни, они хотят меня в чем-то убедить, попросить меня принять там швидский ислам, или им очень важно, что я думаю про Карабах. Ну, на самом-то деле нет, ребят, абсолютно нет. Азербайджанцам на меня в какой-то мере было бы наплевать, если бы не одно «но». Они были бы рады, чтобы я просто забыл про Азербайджан и не вспоминал никогда, и тогда бы не облегченно вдохнули. Если бы они могли вернуть назад время, если бы они могли бы даже меня не арестовывать в принципе, чтобы не создавать себе головную боль на годы вперед, но они панически боялись, они меня почему арестовали? Потому что они панически боялись, что если Лапшин посетил Карабах, важная медиаперсона, ну как ни крути, по крайней мере с их точки зрения, если бы особо важный персон, это вовсе не считаю, то азербайджанский народ просто разорвет режим Алиева, ну по крайней мере будет считать Алиева слабым. Ну как так, Лапшин туда съездил, и вы никак не отреагировали. И Алиев очень испугался такой перспективы, решил пойти ва-банк со мной, ну и проиграл. Но дело в том, что я снова и снова тыкаю в азербайджанцев острой палкой, намеренно, я повторюсь, намеренно, выставляя азербайджанский режим как слабый, необразованный, туповатый, недоразвитый. Я это намеренно делаю, всегда подчеркиваю. И это их безумно бесит. Ведь простые азербайджанцы все чаще задаются вопросом. Лапшин беспрерывно поливает грязью Алиева, и грубо говоря, ликом Алиева потирает себе зад. А президент Азербайджана и его окружение лишь злобно огрызаются, ну в виде публикации в СМИ, что мы тебя поймаем, мы тебя опять притащим, ты живым не выйдешь. Но, в принципе, это все выглядит как слабость. Режим дергается, не знает, что им делать. То ли денег мне предложить за мое молчание, то ли убить, рискуя опять вляпаться в какую-то неприятную историю, как было уже с моим арестом, то ли беззубо огрызаться и угрожать. Это менталитет Ближнего Востока, друзья. Кстати, взгляните на маленькое видео из камеди-группы «Уральские пельмени» про мужа, вернувшегося с работы, обнаружившего любовника, значит, в шкафу, в шкафу, в собственном шкафу, в спальне. Этот клип в точности отражает менталитет азербайджанцев. Причем азербайджанцы в роли мужа. Они бесконечно мне грозятся, при том, что я абсолютно о них не скрываюсь, не прячусь. Я готов им всегда дать бой. Взгляните. Ты учти, лев зайцев обиды не прощает. Меня один раз в трамвае под зад пинанули. Так я взял всю свою мужскую гордость, вот так, всю свою мужскую силу, свое начало в кулак, вот так вот взял, и все. И на трамваях больше не езжу. Поняла? Ох, я его найду. Ну понятно же, что... Ну-ка сядь, сядь, женщина, сейчас тут будет море крови. Сядь. Готов получить тумаков, человек? Ну давай, сейчас лев зайцев тебе устроит. А-а-а! Я его найду сейчас. Понравилось? Очень четко отражает менталитет азербайджанского народа и его руководства. А теперь взгляните, как азербайджанцы бессильно на меня огрызаются через свои центральные СМИ. Это вот сейчас я вам поставлю отрывочек. Это телеканал Бакул Хэбер. Один из центральных. Телеведущий в прямом эфире говорит, что азербайджанцы будут меня пытать острыми, колющими, режущими предметами. В прямом эфире одного из центральных азербайджанского канала. То есть вы представьте, насколько азербайджанцы деградированы. То есть не важно, что у тебя в голове, но есть вещи, которые не следует никогда озвучивать. Потому что потом тебя буквально поймают на слове. Это будут использовать против тебя. Что я и делаю. Естественно, все это перевожу. Все это идет в Совет Европы. Это везде будет использоваться против азербайджанцев. И так далее, и так далее. Но вы посмотрите, как они угрожают, как они меня боятся. Взгляните. Но учти, мы еще раз, если тебя приташим сюда, то твою геннациональную часть мы расширим от востока до запада. И тогда тебя никто спасти не сможет. Не распространять дезинформацию против Азербайджана. Азербайджанцы, видите ли, азербайджанцы таких гаденышей, как ты, лапшин, очень много раз лечили. Но если кто не понимает, сразу же мы применяем железные инструменты. Длинные, круглые, режущие. Об этом очень хорошо знает Хорен. Как вам этот, извиняюсь, чушка, который говорит, что мы тебя запытаем до полусмерти, спроси у Хорена. То есть тем самым под Хореном он, видимо, подразумевает армянский народ. Я не знаю, Хорен же это армянское имя, правильно? Наверное, армянское. Я, честно говоря, имя Хорен никогда не встречал в Армении, но, видимо, да. Может, этого азербайджанца какой-то Хорен в Баку еще при Советском Союзе как-то унижал, он никак это забыть не может. Я не знаю, что это Азербайджан за хрень несет. Вот. Ну, вы видите, что это за люди, что они себя представляют. Ну, как бы, отстой. Отстой. Вот, ребят, ну, пользуясь случаем, я хочу вот что сказать. У меня намечается очень важная поездка в Японию и в Южную Коре буквально вот через месяц. Там у меня запланировано несколько важных академических встреч, то есть в университетах. Я хочу попробовать пообщаться со студентами кафедр политологии в Осаке и в Токио и в Сеуле заодно. А у меня там намечаются предварительно встречи с, возможно, я пока не обещаю, я активно веду с ними переговоры с журналистами. У меня будут встречи, возможно, с японскими политиками. Хотя честно скажу, что Япония такая страна, которая старается во всем держать нейтралитет. Но, ребят, я сделаю все возможное. Я напомню, что супер успешной была нынешняя поездка в США, где я встречался и в МИДе Канады заместителем Министерства иностранных дел Канады и поднимал тему преступления Азербайджана против армян-арцаха, этнические чистки, проведенные азербайджанцами против армян, преступления азербайджанского режима против собственных граждан. Кроме этого, я встречался с несколькими американскими конгрессменами и сенаторами. А в феврале до того я был в Австралии благодаря вашей поддержке у меня просто банально не хватило ресурсов на все эти билеты, отели и так далее, где встретился с 23 из 76 депутатов австралийского парламента от Канбери. То есть на протяжении 14 дней, что я там находился в Канбери, каждый день как на работу ходил, как на работу ходил в парламент и проводил эти встречи. И завершилось это тем, что вице-спикер австралийского парламента выступил с призывом вести экономические санкции против Азербайджана. Такого никогда, никогда раньше не было. И он, ссылаясь на меня, это заявил. Взгляните. Взгляните. Азербайджан, Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо, ребята! И вместе мы победим!